всем привет с вами били software объясните пожалуйста кто-нибудь кто понимает в комментариях не знаю ли напишите мне в агент или еще куда-нибудь из социальных сетей все мои данные есть на на канале сбоку зачем в каждой mail.ru игре делать ёбаную регистрацию какого черта с логином с паролем еще с какой-то залупой если все эти игры в мэйле добрая половина из этих игр запускается просто потому что я скачаю их с mail.ru находясь зарегистрированным именно в этой социальной сети почему я не могу это делать в том же поднебесье кстати да это поднебесье онлайн я вообще не понимаю что это такое поэтому сейчас зайду и посмотрю еще какие-то километровые лицензионные соглашения по три по четыре штуки в каждой игре зачем это делается неужели кто-то читает это все ну ладно приступим наверное все таки к поднебесью тигр панда драконы феникс сервера есть и все они рекомендованы ну на всех четырех я думаю играть не получится поэтому поэтому пусть будет панда какая прорисовка травы вообще отличная великолепные герои но героев много понятно я же не делал естественно мне нету героя почему бы сразу в создании героя не перейти бы и зачем показывать пустой экран это же бессмысленно чан юн что что происходит выбор царство лин фэй лин фэн панди чан юнь и ян тянь бабахнуться причем от этого ничего не меняется абсолютно разные города да так я же за панду зашел да пусть будет панди чушь такая так воин с мечом фея которая почему-то с луком не понимаю вы когда-нибудь видели фею который лук это мне кажется это не фея какой-то я даже не знаю кто это лесной эльф но но не фея или не знаю это рубин гуд скорее всего это рубин гуд маг летающий над землей потрясающе ну магом я был уже недавно в же суку называют играю в игры и забываю тут же как они называются может потому что не такие дебильные дебильно называются в этом мейлеру пусть будет чертова фея пандовая тем более у нее тигр такой классный с рогом тигр единорог я бы сказал прически даже разные бывают три штуки пусть зеленая будет рассушена лесной эльф можете видно будет хуже имя причем причем мужика нельзя сделать феи я не знаю тут получится 333 героя всего три персонажа можно выбрать и прическу ему поменять это же это же просто великолепно ну как и он назвать так господи робина гуда назову отлично будет что в игру конечно да не посмотреть же не создал запрос торговли нажмите да что что это такое как-то утром в гости за никто ко мне в гости не заглядывал так не ну прекрасная реализация камеру можно только приблизить или отдалить ничего больше с ней сделать нельзя отлично вас тоже не работает ходить правой кнопкой как в варкрафте или в доте до чем-то дату она мне напоминает только управлением господи ребята кто играет в доту пожалуйста без обид я просто про управление говорю ничего общего у этого говна с дотой нету мне даже понравилась она последнее время между прочим левой кнопкой мыши тоже можно нажимать но левая на идет а правой бегает какой сука дебил будет ходить в игре которой можно бегать я вообще не понимаю для кого это создается ладно хрен с ним разобрались в управление немножко посмотрим что что тут можно делать и куда идти вербовщик дальние обители я не был ни в какой обители не в дальние не в ближней я просто зашел посмотреть что это такое какая озвучка прекрасная вы наверное не слышите до сих пор не научился блять кретин снимать звук с игр что это обмен цветного стекла необходимо 200 живых кристаллов живые кристаллы тут есть ну я наверное мне наверно не стоит видеть живые кристаллы ночи не ночи не убьют меня что я вообще лошары ну обмен кристаллов нет у меня живых кристаллов что зачем тут флажок какой-то и чтобы сюда идти не знаю если тут только за живые кристаллы что-то продают кузнец оружейник дальние обители я в дальние обители насколько я понял нахожусь торговля оружием конечно зачем мне оружие у меня есть лук в принципе мне кажется что мне не надо оружие господи давайте хоть мобов помочу двойным нажатием клавиши естественно что и тут опять стреляет только по нажатию да кто придумывает это чертово управление сдохни к черту ну да можно естественно и на единицу еще стрелять как применение скилла но я-то почему-то блять не смотрю на это никогда в первую очередь хорошо хоть сейчас вспомнил ладно гигантский хоз пострелять и не знаешь состоящих из из пяти пикселей максимум графика тут потрясающая а еще то что камеру можно крутить это великолепно блять хотя нельзя сука здесь крутить нихера кретинизм я слышал конечно что и все игры на mail.ru говно но я думал что это пиздеж как всегда грязный пиар там не знаю поливание грязью mail.ru mail.ru это же вообще великолепная контора я всяким аськом в контакте еще всякому залупному говну предпочитаю mail.ru агент все таки но игры у них просто умопомрачительные еще еще почти половину только поиграл и и уже понимаю что не по ходу действительно все говно господи напоролся опять на кучу ос все потому что нельзя крутить камеру и опускать ее ниже или выше и не видно ни хрена абсолютно хорошо хоть моба не агрессивные не начинают бить меня сами какое потрясающее получение уровня и такой красочной анимации из двух действий не видел еще никогда по моему это просто унылое дерьмо я я вообще не понимаю как можно сделать такое мне кажется если бы собралась администрация mail.ru сделала игру это она не была бы такой дурацкой не скорее всего купили ее у каких-то каких-то двух типов которые сделали хотя в принципе мне кажется и и у одного вполне возможно просто меньше больше чем двум людям мне кажется невозможно сделать такую игру вдвоем за два дня только можно я пока занят подсчетом доставленных товаров не беспокойте меня зря спасибо да ты нахуй мне не нужен братюнь я не собирался тебя беспокоить эти думал может и квест какой-нибудь дашь там не знаю посчитать с тобой этот груз но ты видать просто долбоёк потому что даже великий рокфеллер говорил пусть я заработаю один процент усилиями ста людей это будет лучше чем я заработаю сто процентов усилиями самого себя и это и это и это правильно курица начала меня клевать когда я начал мне стрелять этаж портал какой-то вот с этой звездой давида которая здесь находится можно поговорить нет поговорить с ней нельзя но почему-то значок разговора появляется когда я не знаю зачем это сделано может так круто просто да беги ты они ходи господи постоянно забываю что хозяин лавки в лавку мне тоже идти бессмысленно потому что денег у меня естественно нету я только зашел у тебя вообще если честно нихрена нету кроме лука и еще кого-то еще что-то у меня было вроде на дыре чистая вода не касавшиеся земли дождевая вода пойманная блять во фляжку прям летящий с неба что ли не знаю как можно набрать еще не касавшийся земли дождевой воды блять особое зелье жизни подарок от наставника восстанавливает здоровье ну потрясающе только плохо что я раньше не видел потому что у него осы там чуть не закошмарили правда но кроме как мочить этих ос я вообще не вижу больше никаких развлечений в этой игре еще это потрясающе огромная карта а вот вот это и есть карта да потому что я я нажал на м и эта карта исчезла а еще можно на карте показывать куда идти это это просто замечательно там какой-то кристаллик я вижу может быть это телепорт и меня наконец-то что это сундук какой-то что я могу стрелять сундук зачем отлично стреляйте в сундук и из него вылезет монеты великолепно отличная находка между прочим я бы не догадался такого сделать да действительно это переход ну хоть грузится недолго это я бужи и тут бы ее обосрал сказал бы что она грузится полтора часа хотя грузится нечем абсолютно но грузится то действительно было нечему потому что здесь нет ничего кроме дерева тоска по дому обычное дерево на первый взгляд ничем не отличается от других ну да но и действительно ничем не отличается от других кроме светящегося цветка на нем растущего господи я абсолютно не понимаю что можно делать в этой игре причем на карте она отмечается как нпс с ним можно поговорить и не знаю зачем можно зачем разговаривать с деревом топиться не хочет идти наше фея блять робин гуда я честно я обошел всю карту которую которую видел как это которую нашел куда можно вообще идти и кроме кучи нпс которые говорят не мешай мне я занятый чертовых ос возможно еще каких-то мобов просто я не видел больше здесь действительно больше ничего нет и нечем заняться никаких квестов ни у одного него одного нпс не ничего абсолютно я я на полном серьезе это говорю ходить и дрочить и ос в принципе вот теперь я не удивлен что игра весит 500 мегабайт всего я не знаю вообще чем здесь можно заниматься кроме отстреливания ос может быть кто-то играет в нее задрачивает днями и ночами как я раньше в линейку я по крайней мере вижу что людей здесь сидит несколько хотя бы если если кто-то нашел чем здесь можно заниматься это очень интересная и увлекательная игра напишите пожалуйста в комментариях чтобы что что здесь вообще можно делать и чем заниматься я может быть зайду и мне понравится просто я криворукий уебаны не понял сразу или глаза у меня просто на жопе всего доброго друзья это был били software с обзором поднебесье от mail.ru до свидания